Приветствую вас дорогие подписчики и зрители моего канала, меня зовут Валда и мы продолжаем прохождение Mad Max. Ну что же собственно двигаемся в дальнейшем по пустошам и выполняем различные сайд-квесты, особо пока не торопясь выполнять сиротные задания, но в принципе мы выйдем в ту сторону, то есть план такой, сюда, сюда и потом как раз на основную миссию, как-то наверное вот так, погнали. Так, тут нужна помощь Крапуна, забираем пацана с собой, дабы он не мешался и в принципе давайте взлутаем. Забираем пацана еще одного с собой и последнего туда же, в полет в небо. Ну и там еще конечно парочку осталось, но с ними мы сможем разделаться сами, я думаю самостоятельно. Что мы тут имеем, пока не пишется. Да боже ж ты мой, я какой приткий попался, засранец. Ну да ничего, не таких ломали. Слышу еще голоса, но пока больше никого не вижу. Угу, а теперь это уже вижу. Не попал, ублюдок. Зато я пожалуй упаду. Давай родной, понеслась. Я нажимал кнопку контратаки. Реально нажимал, вот раз попал. И попал довольно четко. Ох, блин, как мне нравятся эти удары. Они такие убойные. Это просто забей. Живущий облилок попался, ну да ничего. И не таких ломали. Так, лома 0 из 2. А теперь уже собственно 1 из 2. Можно похавать. Немножко мы пару ударов пропустили. Буквально чуть-чуть, но тем не менее. Я думаю, что будет не лишним. Рас уже дают возможность подкрепиться. То собственно возможности надо использовать. Так, вижу патроны для дробовика, но пока что не вижу второй лом. А вот и он. Отлично. Ну что ж, конечно не густо здесь в этом месте было, но в принципе на халяву почему бы и нет. Так, можем аккуратно тут слезть. Давайте попробуем. При этом не убившись. А, твою мать. Ну ничего, нормально. Немного конечно будет хромать теперь Максимка, но ничего, до субботы живет, как говорится. Не беда. Так, направляемся мы снова в северный туннель, где уже с вами были однажды. А там какая-то боевая машина. Не знаю, как раз та, что мы туда достали и просрали. Ну или какая-то иная. Фиг его знает. Ну, надо посмотреть. Так что поехали, заценим. Красота. Да чего же красиво, да? Прям офигительно. Да, вот что-что, а графоном в игре, конечно, надо не занимать. Выглядит все просто превосходно. И при этом ФПС бешеный. Абсолютно ничего не подлагивает. Резкий поворот направо. Да, не такой уж он резкий. Как хотелось бы. Ну и, в принципе, здесь уже машина еле едет, еле ползет. Ну, давайте пробуем до максимума проехать, насколько это возможно, потому что, все-таки, это немножко быстрее, чем пешком ходить. Тигарь же должен быть справа. Завалыч строили недавно, это, говорит, засада. Слушай, справа, а тут никак нельзя? Как раз туда вот направо и пройти. Но я, честно говоря, не вижу никакого прохода. Разве что вот так. О, отлично, вот оно что, оказывается. А там-то мы с вами еще и не были. Расслабься, он ушел, что подкачает твою шину, про то твое тело, моя прекрасная хромированная дама. Возвращайся, говорит, скорее. Стервятники, ну еще бы куда-то без них-то, а. Я думаю, тут их будет немерено. Но у нас, в принципе, с вами есть, что им противопоставить. Твою мать. Давай еще раз, ублюдок. И спорим его за точкой. Нахрен. Угу. Идеально. Перелом костей ему обеспечен, так же, как его другу. Вот это да, вот это прием. Вот это я понимаю. Добивание на земле. Готов, родной. Просто уничтожил. Офигенно. Так, с них, к сожалению, ничего не выпало. А так, в принципе, нам не показано пока, что мы тут можем раздобыть. Значит, идем дальше. Канарейка в шахте. Водила, уровень 2 у нас, 10 очков доступно. То есть мы уже не новичок, мы уже водила. Это уже куда не шло. О, блин, нихрена у нас выползла тут, ребята. Вот это вон она. Попрыгунщика. Уничтожить. Пошел к черту, ублюдок. Так, хорошо, пока ярость. Давай бегом. Так, тихо, отходим в сторону. Ай, не успел. Ай, печально. И нихрена не видно самое, что забавное. Ломай ему ногу. Ай. Ничего, ничего, нормально. Тихо. Не успеваю уклониться, потому что провожу атаку в этот момент. Зато успеваю сломать им руки. Очень даже неплохо. Очевидное, идеальное парирование. Давай добьем его за точкой нахрен. Дома он мне мешал. Хорошо вошло. И, кажется, последний. Блин, очень мало жизни осталось. Но сейчас как раз вынесем да попьем. Фу, хорошо. Все кончилось? Да я вот что-то, честно говоря, сомневаюсь, Максимка, что все кончилось. Мне кажется, все только начинается, наоборот. Впрочем, как знать. Да, включим фонарик, пожалуй. Тут реально темно, как у негра в кармане. Да, крипово подвешенные тела с отсутствующими конечностями и так далее. Ну ладно, пойдем потихонечку. А что нам, собственно, еще остается делать? Самое забавное, что я пока не вижу здесь прохода. А, вот тут можно ломом подцепить, оказывается. Давай пробуем. Угу, здорово. Здесь наверняка будет новая партия врагов. А вот и он. Грузовик и большой. Так, задача выполнена. Добраться до боевой машины. Офигеть. Ни хреново. Ну это, конечно, груды хлама, но здесь есть чем подживиться явно. То есть кое-что смогут раздобыть по-любому ценного. Так что не зря мы сюда пошли. Очень даже не зря. Так, лома 3. Здесь должно быть побольше, я думаю. Давай, давай, давай. Лома 19. Уже 304 есть. Можно, в принципе, максиму прокачать на одно что-нибудь. Давайте, наверное, так и сделаем. Новая для Макса. О, смотри-ка, у нас открылась дофига всего нового. Это круто. Давай смотреть тогда. Так, молотилка эти штуки. Очень даже ничего. Лечение урона наносимого кулаками. 30%. Круто. Я, пожалуй, куплю. Великолепно. Так, далее. Курток новых пока нет. Защита кистей тоже. Пояс новый. Можем еще больше патронов искать. Круто. Давай тоже возьмем. Жалко, конечно, что практически весь лом наш уйдет. Но я думаю, что мы еще сможем насобирать. А пока что вот так. Так, давай, Макс. Шевели поршнями. Отличная работа. Ну вот мы, собственно, и здесь. О, да, детка. Видимо, это она имела в виду. Брюхо зверя. Задание в пустоши выполнено. Обыск боевой машины принес свои плоды. Теперь надо убираться из этой дыры. Доступно новое улучшение снайперской винтовки. Максимальный магазин. Очень погано. Я свариваю. Надежда готова выдать вам новое задание в пустоши. Ни хрена себе. А теперь знаете, что мне интересно проверить? Осталась ли там машина? Помните та прикольная тачка, которая была там? Давайте пробуем до нее добраться и посмотреть, будет ли она теперь там. Было бы здорово, на самом деле. Так, это получается вот сюда, правильно? А нет? Нет, не совсем. Это дальше туда еще надо пробляться. Блин, ну да хреново, что он тут бегает, конечно, как потрепевший. Точнее, вообще, в принципе, не бегает. Так. Можем пройти тут? Можем тут, по крайней мере, полнормально, значит, он будет бегать быстрее. Давай, давай. Лучше реально по машинам, по этим, по оставам. Но это все-таки будет быстрее. Чем по этой гребаной воде бежать. Ты возвратился из бездны и принес с собой священный предмет, реликвия для шедевра. Да-да-да, именно так, мистер Жештянчик. Однако... Давай, пойдем тут на машине прокатимся. Пожалуй. Так. Ну, еще разок. Не знаю, не верю, что она там осталась, но все-таки проверить хочется. Потому что, блин, ну, тачка была реально крутая. И хотелось бы, чтобы она там и оставалась. Может быть, она там исполнилась по новой, тогда мы пробуем забрать ее еще раз. Потому что с того раза не получилось. Ну, тут, собственно, не надо забывать, что здесь были и враги. Да, машина стоит, отлично. А что, по поводу врагов? Тут был один справа сразу. Нету? Да вроде никого нету. А это не может не радовать. Ну что, дубль-два-тра, попробуем еще раз ее доставить в крепость. Особо ценная тачка. Реально эпичная. Оно как гоняет. Только я опять доехал не туда, мать-то. А, да тоже можно поехать, отлично. Это здорово. Жестьянщик, давай, до скорого. Так, спокойно, спокойно. Давай, давай, газуй, 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 родная. Ну, так-то лучше. Главное теперь ее снова тут не раздолбать. Так, в какую крепость мы поедем? Ну, давайте все-таки у фритюра, потому что там у нас и новые задания есть, и несколько улучшений, которые надо было поставить там. Так что погнали, наверное, туда. Стараемся из-под дороги сбегать неприятностей, то есть всяких разных патрулей там и так далее. Хотя, в принципе, этот район Гастауна мы очень даже неплохо зачистили. Тут уже получается уровень грозы у нас два, если не ошибаюсь, да? Ну, это пока пять. Вот твою мать, вот и проблема как раз. Слава богу, мы их миновали. Каким-то чудом они занамеют. Значит, надо поторапливаться. Фак, дерьмо, давай, давай. Твою же дивизию, давай, мать твою, давай. Удар в лоб. Хорошо, в лоб это хотя бы не так сильно по здоровью бьют. Как удар не в лоб. Спокойно, спокойно, гони. О, боже, какой адреналин, а? Какая такая погоня, наверное, за тобой. Прямо реально адреналинчик бьет, потому что хрена знает, что будет дальше. Сможем, доехать не сможем. Машина выйдет и уже покоцана. А наши последователи и не собираются от нас оставать. Все еще гонят за нами. Фак. Так, взгляделся на мини-карту, еще срезал. Точнее, не срезал, а еще проехался не туда, куда нужно. Но мы уже на месте. О, да. Фу, отлично получилось. Доступно в коллекции новый транспорт. Награда загоранилища, полная фляга. Можно строить проекты. Упавайте на пламя, не на волши иллюзии. У них там нифига себе целый молебен. Мы не будем им мешать. Давайте посмотрим, какие проекты нам можно построить здесь. Вроде как получается, это мы открыли с вами. Нет, это пока еще не открыли. Это, по-моему, тоже не можем, да? Игра с огнем, мы не выполнили задание. Тогда что же тут еще имеется интересного? Может здесь? Подожди, а, да, можем построить. Прекрасно. Парышевая ферма. При посещении крепости запас здоровья Макса автоматически восполняется. А это, в принципе, неплохо, по-моему. У меня еще одна их оценка, которая возвращает нас о том, что мы еще более прокачали крепость. Не сказал бы, что мне нравится фритюр. Мне больше есть пока что из всех таких персонажей в крепостях. Больше всего понравилась Красноглазка, пожалуй. Но, однако, слушайте, не менее 5 проектов фритюра. Владение фритюрой крепостью улучшено. Но, однако, видите, как получается, что мы прям тут по-жесткому смогли прокачать эту крепость. Она, в первую очередь, не самая лучшая и неразрушимая. Так, что мы тут еще можем сделать? Металлоломщики. А что нам это дает? Пока игра выключена, автоматически проводится сбор лома. Для подключения лома требуется подключение к интернету. Вот это кайфовое улучшение, на самом деле. Одно, я считаю, из лучших. Ну и, в принципе, все. Осталось посреди от ерунда. Большая грудолома, нефтяной резервуал и арсенал. Остальное все мы уже сделали. Теперь давайте возьмем у меня квест. О, горе. Посреди этого апокалипсиса мой самый преданный послушник сбился с истинного пути. Говори нормально. Архитектор. Мой величайший последователь. Он отключил газ, чтобы украсть запальный факел. Он увел артефакт у меня из-под носа. Клянусь пламени, мол, трянул истинный путь. Да еще увел с собой многих зорниц. Дезертиры? Дезертиры? Предатели. Веритеки. Этот факел можно вернуть. За помощь я дам тебе все, что пожелаешь. Где они? Видишь? Написано на со священной вязью. Он призывает всех, кто хочет спастись от проклятия фритюра, последовать за ним. Дать прикурить. Архитектор перекрыл подачу топлива, чтобы украсть светочь запального факела. Надеть светочь и вернеть его фритюру. Награда доступ к улучшению паяльной лампы для боевых горелок. Боковые горелки, мать его, ни хрена себе. Ну что же, это в принципе интересно, но мне кажется не сейчас, потому что пока что... Прочистиваю виску, где он находится. Здесь внутри где-то. Да, вон наверху автора подняться. И вы просто подойти достаточно. Здесь сказано, самый темный час, стоящий на священном песке, и узрит истинный свет. А значит, это самый темный час, это, наверное, когда солнце уходит спать подземлю, вокруг уцаряется тьма. Священный песок, это пепельный холм, я уверен. И где это? Вижу, у тебя есть карты, я умею читать эти знаки. Давай поставлю отметку. Ночь, пепельный холм, искать свет. Ну попробую. Попробую, но пожалуй попозже, потому что пока что горелки мне вообще не светят. Насгляд простого паломника, как я, суть этих песен постичь невозможно. Ты понимаешь, что они значат? Это место называется пепельный холм, ты в курсе? Слышал про такое, да? Некоторые ему поклоняются. Но надо быть там, когда ждет солнце. Но в любом случае не сейчас. Так, а что вообще у нас еще интересного есть? Мне кажется, в начале, на самом деле, в первых локациях там попроще вот эти сайт-квисты. И как раз дают награду, которая мне нужна. То есть по уровню пока что мне. А то я пока что зарез в самую гущу событий. Да, по сути-то, я думаю, что наград таких я просто пока еще, ну, мне не поставить будет. Просто на машину не улучшить. То есть лучше куда-нибудь сюда съездить, на самом-то деле. Ну ладно, давайте тетра уже потом, на следующую серию. А сейчас поехали все-таки попробуем. Хотя там и пепельный холм рядом, фиг его знает. Нет, пожалуй, все-таки давайте съездим в Глюхорезу. Давненько мы там не были. Посмотрим там какой-нибудь сайт-квест возьмем еще. Быстрое перемещение. Да. В крепость Блюхореза. С пепельным холмом разбираться немножко попозже. Так. Блюхорез, Блюхорез. Он где-то наверху, по-моему, обитает, да? Тут надо к нему подняться. Угу. Походу, дело, правильно я иду. А, Блюхорез, кстати, вспомнил. Да, тоже неплохой типок. Тоже мне довольно нравится. Здорово, родной. Повсюду вокруг нас земля была покрыта мокрой, соленой, животворящей водой. Мой народ верит, что в день расплаты эта вода вернется сюда, и мы должны быть к этому готовы. Нужно починить корабль, чтобы он смог дираться на плаву. Ты сам-то в это веришь? Им нужно в это верить. Лично я хочу укрепить эту разворюху до планетной броней, чтобы подготовиться к скорому вторжению. Армия воинов и этот лорд-члем, оставший из мертвых. Помоги мне раздобыть сталь. Нужны не сгнившие ржавые куски, которые тут повсюду варяются, а настоящая сталь. Ты получишь награду броню, и мы можем заткнуть дыры в корпусе. Подземный поезд. Брюхариза нужна качественная сталь для укрепления крепости. Он считает, что такую сталь можно добыть в тоннелях на востоке. Доступ к броне схватка. Ну что ж, в принципе, я согласен. Почему бы и нет? Задание кажется интересным. Мы с вами были уже в северных тоннелях, теперь нужно добраться до восточных тоннелей. Может быть, карбун что-то знает? Ну, давай посмотрим. Так, восточные тоннели. И где они, мать твою? Так, пещеры рабов не то. Вот она, восточные тоннели. Ох, ни хрена себе ехать-то на самом деле предстоит. А что-нибудь поближе еще интересное. Есть задание какое-нибудь? Например, вот, может быть, сбор лома? Лучше попробовать. Готов поспорить, если мы уничтожим лагеря, шлемы и воисток, нам станут относиться как к королям. Кстати, да, давненько мы не занимались уничтожением лагерей. Давайте попробуем в следующей серии вылезти в лагерь какой-нибудь один. Мы просто уже боимся, что не успеем. К сожалению. Вообще, конечно, бешеные тут людишки, да? Один там огню поклоняется. Любой в воде, я бы, хрен пройдет. Кто во что гораст, короче говоря. У нас выросли крылья, говорит. Ну, почти. Ну, почти. Честно, конвой найдем тут по дороге, нет? Я был бы не против, на самом деле, произвлекаться с конвоем. Ну, нет. Мы уже уехали. Так. Жди здесь. Стоять, я вооружен. Стоп, это же ты. Вонь, который мертвил от уничтоживших пыха. И как красиво ты это сделал. Смотрелось так, будто бьются два дракона. Да, было дело. Раш тебе понравилось. Чих пых, мать его. Так, ну, хорошо. Еще немножко ломика. А именно 50. В принципе, что мы тут имеем еще, интересно, поблизости тогда? Пугало-пугало. Не особо интересно. Можно, в принципе, съездить к Грифе, прокачаться. Потому что давненько это не делали. И прокачки у нас реально там накопилось достаточное количество. Очков 10, по-моему, было, да? А можем, в принципе, съездить и, например, в лагерь какой-нибудь. Сложность 3. Ну, давайте, наверное, к Грифе, раз тут поблизости оказался тут. Или сначала, может, сюда. Это какая-то территория. Так, часть проекта отслеживается. Сложность 4. Ни хрена себе. Не, ладно, поехали сюда. К Грифе. Сгоняем. Так, ну что-то дорога-то вообще. Вот она. Жалко, что еще не пишется расстояние, на самом деле. Смотри, это пыльный демон, песчаный вихрь. Не побежайся к нему, а то он нас закрутит. Да я, собственно, не собирался. Там мальчика есть, но у меня максимум. Поэтому не будем париться. Пацаны какие-то одещавые бегают. Ну, пусть себе бегают. Без машины они нам не страшны. Да и на машине-то, в принципе, не особо. Блин, довольно-таки большая карта, да? И довольно много серий можно заниматься. Именно сайд-квестами и всякой такой вот различной хренью, которой мы сейчас и занимаемся. И это, в принципе, интересно, наверное. Но, пожалуй, особо увлекаться не будем. Ну, отлично, нам добыли лома 80. Надо реально покачать, чтобы добывали 100. Я считаю, это будет явно не лишним. Что-то я подзабыла где-то от грифа. Вроде как прямо и налево, да? Да, по-моему, сюда. Так, родной, давай не тормози, пожалуйста. Вот так-то лучше. Прекрасно. И, пожалуй, прокачиваемся-таки в воду, потому что не хватает нам, чтобы наполнить полностью жизни. То есть, жизни у нас все в порядке с ними, а вот с водой как-то не очень здорово. Вот ты. Легкие еще работают. Сердце еще бьется. И все же ты не хочешь жить. Может быть, ты забыл кто-то? Я знаю, кто я. Если ты так, то зачем ты скитаешься? Я знаю, куда я иду. Я уже слышал про безмолвную равнину. Это... Это моя цель. Я пересеку безмолвную равнину. Так, 11 очков. Хорошо. Смотрим тогда. Разумность. Нет, пока не хочу. Давай вот отжим. На максимум. Давай опять-таки на максимум детальность, чтобы больше находить детали. Ну и, в принципе, наверное, что-то с боями связано можно улучшить, да? Почему бы и нет? Вот, например, ярость, чтобы дольше оставаться в ней. Пожалуй, хорошая тема. Так, способности повысить урон при атаке ближним боем. Нет, наверное, не очень. Вот, в принципе, чтобы дольше поменять. Ну, блин, не знаю, на самом деле, что еще вкачать. Ну, давай, чтобы дольше поменять оружие ближнего боя. Давай, пожалуй, да, вкачаем выучку. Чтобы больше носить урона, и все-таки одну жизнь еще повысим. Как-то, наверное, так подтвердить. Ну что, по-моему, хорошо прокачались. Здоровья реально стало побольше. Лома и воды находить станем тоже больше. То есть, по идее, все просто прекрасно. Ну и, в принципе, время осталось только на то, чтобы вернуться в крепость и закончить серию. По сути, так, к сожалению. На грифа интересный чувак на самом деле. Очень такой интересный собеседник, не так ли? С ним реально иногда есть о чем поговорить. Давайте посмотрим на карту, что у нас поблизости еще имеется интересного. По сути, больше ничего такого. Расставим меточку на блюхареза, дойдем до него своим ходом. И там у него и закончим серию. А в следующий раз туда поедем парочку лагерей, нам захватим, потому что чем больше мы захватываем, тем больше лома нам достается. Сейчас пока что не добывает нам по 80, а будет добывать по 100 или по 120. Смотря сколько мы еще возьмем. Как-то, наверное, так. Вражеская машина. Была. Какая красота. Возможно, там был лом, но если даже и был, то там наверняка 1-2 кучки, чтобы покупать по 6, то есть это просто того не стоит. Ну, нахрен. И здесь, смотрите, да, реально, на территории враги, они совершенно безобидные. Не то, что там, блин, реально. Если за тобой гонит эта машина, то ты с вероятностью 50 на 50 уже считай труп. А здесь, в принципе, все, на самом деле, не так уж и плохо. То есть никто нас спокойно не трогает, мы спокойно тут катаемся, делаем, что хотим. А там же все, блин, с вами пираете, какие-то пушки стреляющие, хрень пойми, чем взрывным. В общем, полный комплект веселья. Да, броня бы ему на самом деле не помешала, потому что корабль выглядит просто как кусок какой-то рухлити. Но, как бы то ни было, давайте, наверное, прощаться. Надеюсь, что вам понравилось. Ставьте лайки, не забывайте про комментарии. И большое спасибо, что смотрели. Для вас играл и комментировал Валтай. Это была игра Безумный Макс на Эпик Тайп. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok